Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в одной из наших передач мы говорили о том, что периодически люди попадают в ситуацию, когда они утратили чувство Любви Божьей. И, конечно же, они очень хотят из этого положения выбраться, спрашивать, сколько времени на это нужно. И вы сказали замечательные слова, что на это нужно два мгновения. Это очень запомнилось нашим зрителям. Одно мгновение для того, чтобы осознать, куда тебе, сделать вот этот выбор, что тебе к Богу, что тебе к Жизни. А второе мгновение для того, чтобы послать чёрта подальше и раствориться вот в этой Любви. И этот совет очень многих выручил. Очень многие смогли вздохнуть, наконец-то, полной грудью. И в течение дня очень выручает, если вдруг так получается, что человек оступается. Это очень помогает вернуться вновь к источнику Жизни. И вот наши друзья ещё отметили следующий момент в работе своего сознания. «Больше всего нервничаешь, когда не можешь испытать утраченное во всей полноте. Возникает жажда быстрого результата, немедленно получить желаемое. А если этого не происходит, суетишься, переживаешь, волнуешься. В голове навязчивая мысль. Как бы это ускорить? Какие есть инструменты и способы форсировать события?» Знаете, вот глядя на этот комментарий, на вот это сообщение, ты понимаешь, что действительно очень часто сознание загоняет людей, скажем так, на марафоны такого характера. Например, «изменить свою жизнь очень быстро, без труда» или «семь дней для познания Бога и познания силы Его молитвы», или «марафон исцеления» — 4000 человек смогли во Славу Божью исцелиться и тому подобное. А вот у меня вопрос сразу же возник. Вот выздоровление людей, которые происходят, вот они говорят, у нас идёт марафон, и на этом марафоне 4000 человек уже получили здоровье во Славу Божью. А Бог здесь при чём? В чём мы прославляем Бога? В том, что читаем молитвы и играемся с плацебо на вере человеческой. Но мы забываем при этом анацебо, и 4000 получили плюс. А сколько тысяч получило минус? Об этом как-то не принято говорить, да? Но когда мы играем со здоровьем людей, а это действительно мы играем, а не Бог, Бог не имеет никакого отношения к нашим болезням и к нашему здоровью. Он дал нам жизнь и дал нам право выбора жизни вечной. Он дал нам всё для того, чтобы мы смогли существовать вечной и быть равными среди равных, и достойными среди достойных. И от нас только зависит, что мы выбираем, куда мы идём и как мы поступаем. А вот всё остальное, что приписывается к исцелениям и ко многим другим таким магическим и ритуальным вопросам, то это всё от лукавого. Ведь это его мир, если чётко разделять, да, духовно и материально. Князь мира материального кто? Разве Бог? Нет, не Бог. Вот ответ. Все это знают, все об этом давно слышали и понимали. Даже взять искушения и святых, и даже Иисуса Христа, извините, и лучшему из людей пророку Мухаммеда доставалось от властелина мира этого. Все это понимают и все это знают, что весь материальный мир, в том числе и наше тело. А раз наше тело, значит его болезни и здравие его. Оно зависит от нас, но принадлежит оно миру материальному. Так же? Причём здесь Бог? И вот здесь интересно, что устраивается целый марафон и здоровье, собираются целые стадионы на исцеление. По факту это банально плацебо. Но когда мы занимаемся такими ритуальными вещами, то это магия. И магия работает, скажем так, на эффекте плацебо, но за неё мы очень дорого платим. И вот почему нельзя использовать какие-то духовные, скажем, ритуалы или практики, не приведи Господи, для самоисцеления? Потому что чётко сказано, если есть болезнь, есть и врач. Если есть болезнь, то есть и лекарства. Бог не создал тех болезней, от которых нет лекарств. Но это же действительно так. Бог не создавал болезнь. Это естественный процесс. Но у нас всё спутано, и нам очень хочется, согласитесь, друзья, помолился Богу, и болезнь, которую не могут вылечить врачи, сама по себе проходит. И таких доказательств миллионы, за всю историю человечества миллиард. Это действительно существует, оно действительно работает, только Бог к этому не имеет никакого отношения. И вот это правда тоже. Но здесь, я думаю, надо разбираться, иначе мы просто ведём друзей в заблуждение. Здесь должно быть всё на своих местах, по полочкам разложено. Туда будет понятно. Сразу возникает вопрос, а почему не всем помогает? Магия не может помочь всем. Плацебо далеко не всем помогает. Неправильное проведение ритуала магического может усугубить ситуацию. Плюс человек приболел, пришёл к доктору, доктор не разобравшись, или же вообще разговаривает на совершенно другую тему с другим человеком. Он говорит какие-то страшные слова в отношении здоровья о беспреспективности и усугублении ситуации. А пациент, в это время задав вопрос, услышав ответ не ему, но воспринял как себе, воспринимает это как плохой прогноз в отношении его здоровья. Его ситуация улучшится или нет? Ну вот ответ. То есть по сути… Работает что? Мацебо. Вот и весь ответ. То есть так по неосторожности порой тоже люди друг друга кодируют на вот эти… Мы всю жизнь кодируем друг друга. Мы манипулируем мнением друг друга. Мы боремся за доминацию. Мы… В общем, не хочется об этом даже говорить. У нас вся жизнь — это единство и борьба, противоположность. Поэтому это естественный процесс. Для того, чтобы мы могли начать жить и перестали бороться, нужны соответствующие условия. А те условия, в которых мы сейчас находимся, они переполнены манипулятивными технологиями, которые формировались тысячи лет. Разве не так? Если разбирать любую ситуацию, за что умирают люди, и во имя чего они отдают свою жизнь или куда они тратят, и на что они тратят свою жизнь, ну это становится смешно. Давай вот приведём простой пример. Мы не будем касаться, друзья, ни политики, ничего. Политикой пусть занимаются политики. Вы все умные люди, сами всё понимаете и разберётесь. Давай возьмём просто. Вот кроссовки. Практически один и тот же материал, один и тот же дизайн и тому подобное. Но на них написана какая-то очень знаменитая фирма. И эти кроссовки уже в три раза дороже, чем простые. Ну есть умельцы, которые делают с тех же материалов точно так же, но в три раза дешевле. Их не отличишь. Специалисты отличить не могут. Но это же не то. Это подделка. Да они абсолютно одинаковы. А есть, извини, кроссовки, которые делают не вот эти компании, чьи ими очень дорого стоят на рынке, а, скажем, другие компании. Очень похоже, но с более качественных материалов, которые носятся дольше и тому подобное. Но стоят копейки. Так за что мы платим? За бренд? За имя? Знаешь, на что идёт наценка в этих крутых компаниях? На телевидение, на средства массовой информации и на то, чтобы внушать нам, что это самое лучшее. И что не нужно брать дешёвую обувь, которая может быть во много раз качественнее, а нужно покупать именно их фирмы. Тогда ты будешь выделяться из толпы, тогда ты будешь крутой, тогда ты будешь счастливый. И он, заметь, счастливый. А ещё можно добавить, что будешь здоровый. Почему? Потому что там стелечка такая с супинатором, понимаешь? Она правильно ставит твою стопу. Значит, что происходит, когда твоя стопа правильно ставит? Здоровая. Это усреднённые цифры. И я скажу так, 15% оно усугубляет, 15% оно помогает, а 70% — вообще никак. Ну это усреднённо, если я убираю, но 15% попадает в негативную ситуацию из-за того, что там супинатор в самых дорогих кроссовках. Если его убрать, значит, распределение будет совершенно другое, значит, нагрузка будет идти на стопу совершенно по-другому. И тогда 70% заметят разницу, и они будут быстрее уставать, не смогут получать тот комфорт. Так извини, почему я должен платить в три раза дороже за то, что может не усугубить здоровье моё, потому что я могу попасть в эти 15%. Так же ж? Гордыня разрушительна бывает у людей. Вот эта возможность получить… Ну я как-то ввёл, извините, друзья, Татьяна опередила, что многие из нас, нося обувь, которая нам вредит, мы не обращаем внимания на то, что нам хуже, тяжелее, неприятнее в них, но главное — ими, чтобы выделиться перед другими. Ну так же ж? Да какая разница, в чём ты, хоть босиком, хоть, извини меня, с дерево связанных калошах, как раньше в твоём зале. Если ты человек, ты человеком и будешь. А если, извини, это существование человека, прогнившее до основания, то хоть что на него надевай, лучше он не станет. Ну разве не так? Знаете, ещё огромное понимание такое, вот вы говорите, что навязывают, что человек счастлив будет. И вот это понимание того, что если в твоей голове звучит мысль, что обладая определённой вещью, ты станешь счастливым, вот это заведомая такая ложь сознания, то есть как оно уводит именно вот в этот вещеизм больше. Что ищем мы в жизни? Вот давайте, друзья, просто откинем религию и всё. Вот просто посмотрим, что ищем мы в жизни, к чему мы стремимся. К счастью вот этому внутреннему. Да. Вот то, что в совокупности называется счастьем. Но это навык, это опыт. То есть ты выбираешь в каждом дне, здесь и сейчас, в данную минуту быть счастливым или не быть счастливым. И я скажу так, в этом мире, опираясь на всё материальное, сюда входит наше положение, статус, скажем так, условия нашего существования в материальном плане, в том числе даже берём сюда и здоровье, то счастье — это горизонт, которого достичь невозможно. К примеру, ставить человек себе задачу, вот я буду счастлив, если я куплю такие кроссовки. Купил. Счастлив 15 минут. Потом начал ходить, смотрит, никто не обращает внимания. Ну вначале пока друзьям показывают, и друзья говорят, ух, какие кроссовки, он счастлив. Вот там все привыкли и всё, счастье прошло. Значит, нужно повышать план. Нужен какой-то крутой, дорогой автомобиль. Всю жизнь работал, во многом себя лишал, купил в конечном счёте этот автомобиль. И что? Погоня за впечатлением. Это даст счастье? Да. Или другой пример. У человека есть какой-то дефект. Вот ему кажется, укоротит он нос или увеличит уши, и он станет счастливым. Ну сколько таких людей? Масса. А многие даже пол меняют для того, чтобы обрести счастье. Но через время они понимают, что это счастье не приносит. Потому что счастье, оно за гранью мира материального. А это всего лишь сиюминутное удовлетворение каких-то желаний. Причём не его, а чаще всего буквально навязанных ему. Мы, по сути своей, вот как люди, мы воспринимаем, к примеру, нашу одежду по комфорту. Вот если она нам не мешает и создаёт нам максимальный комфорт, это наша одежда. А дальше уже начинает работать, извините, вторичное сознание. А вторичное сознание начинает уже работать в плане, а что о нас подумают, что о нас скажут и как я выгляжу, презентабельно-непрезентабельно. Или же наоборот, говорит, да тебе плевать, как ты выглядишь. Это не суть, это не главное. Из крайности в крайность. Или многим говорит, не важно, как ты выглядишь, важно, что у тебя такие титулы и статус такой вот особый. И что мы видим? Многие учёные, проще говоря, все косят под гениев. Все хотят казаться, но не быть. Хотя гениальность их заключается лишь в плагиате и умении присвоения себе чужих работ. Правильно? В большинстве случаев так, друзья. Но вы посмотрите, как они выглядят. Чумазые, лохматые, вот все они такие вот гениальные, им некогда за собой ухаживать. Это такая вот вершина гениальности, когда везде бардак, он непонятно во что одет, но он лауреат какой-то супер-пупер-премии. Активный, авторичный. Некогда поухаживать за собой. И так же и делили, такой же стереотипед. Это вопрос, если ему залезть в его сущность и спросить «и как?». И знаешь, что он ответил? Никак. Потому что он будет сидеть, как перепуганный ребёнок. Вот как сидел он, испуганный другими детьми, в песочнице, так и сидит до глубокой старости, до самой смерти. И в этом суть. Всё закладывается в песочнице. И страх, что люди обречат это, что там внутренне… Всё же избоятся от этих гений, что люди узнают, что они лжецы. А настоящие гении, ну мы их практически не видим. Почему? Потому что мы их не развиваем, мы не создаём условий для того, чтобы в достаточной мере они развивались. Хотя, как мы уже говорили, в гений каждый человек и в каждом человеке масса талантов. Знаете, Игорь Михайлович, вот мы затронули сейчас очень важную тему, тему счастья. И я вспомнила, что есть ряд исследований, в которых говорилось о следующих цифрах, о том, что как раз-таки каждый третий человек живёт в состоянии хронической боли. Причём боли не в плане со здоровьем связанной, а связанной и психологической, и социальными факторами связанной. Это состояние боли, состояние угнетения. Это, ну я бы сказал, это не депрессивное состояние. Нет, депрессия здесь ни при чём. Этот человек чувствует постоянно внутренний дискомфорт, который ассоциируется у него с болью. Отсюда возникает масса психосоматических заболеваний, которые, в принципе, могут даже мигрировать по телу. То есть сегодня у него рука болит, завтра у него плечо болит, послезавтра у него зубы ломят, а потом проблемы, извините, с абдоминальными органами. Ну это постоянно миграция боли, это постоянные дискомфорты, угнетения. Кто так не живёт? Друзья, скажите. Знаешь, у таких людей масса. Это превалирующее большинство на сегодняшний день. А почему? Вот в чём вопрос. Проблема заключается в том, вот этих, я бы сказал, психосоматических расстройств, в том, что мы опять приходим к тому, что нами чрезмерно манипулируют, что мы многого желаем, того, что нам в действительности не нужно. И у нас в самих, вот там в глубине на подсознательном уровне происходит расслоение. Это действительно так. И мало кто об этом знает. И люди, которые не занимаются хотя бы аутогенной тренировкой, которые не ведут какие-то профилактические мероприятия с собственным сознанием и с собственным здоровьем, они по факту и являются жертвами вот этих современных технологий маркетинга, политических и всех остальных вместе взятых манипулятивных технологий. Почему? Потому что человека в действительности начинает разрывать. То есть он понимает, что такое правда. Есть люди, и масса людей, которые через чувственное восприятие способны воспринимать, где правда, где ложь. Это превалирующее большинство людей. А в основном взвешивание происходит от ума. Но даже если человек чувствует, где правда, где истина, а здесь ему постоянно повторяют и вдалбивают ложь, как к примеру, что кроссовки вот такой-то фирмы должны стоить в три раза дороже, чем точно такие же от другой фирмы, понимаешь, то в человеке возникает вот этот диссонанс, который начинает его разрушать. Происходит внутреннее несогласие с этим миром. И давайте посмотрим. Вот я сейчас отхожу от этой темы и подходим немножко к другой. Давайте посмотрим и честно скажем, кто из людей в действительности очень жаждет сохранения этого мира. Вот простой вопрос, казалось бы. Если мы исходим из логики ума и банальных рефлексов, и инстинктов и всего остального, то есть борьбы нашей за выживание, то все мы хотим, чтобы мир уцелел, чтобы люди жили. Точно? Все. А есть вопрос. А почему масса людей, когда узнаёт, что где-то что-то происходит серьёзное, все говорят, да давно пора, мы это заслужили, мы это заработали. Такое, знаешь, вот бросовое такое. Почему? Потому что, по сути, люди измученные, в действительности измученные этой ситуацией, они… Да, они все хотят счастья, они все хотят мира, всего они хотят человеческого, но по факту они хотят просто уничтожить этот мир. В голове мысль, чтобы быстрее это закончилось, то, что происходит в этом мире. Совершенно правильно. Не просто закончилось то, что происходит, а чтобы мир закончился. И это желание огромного количества тех же самых субличностей, которые в буквальном смысле слова фонят. И их фон, их мысли, они, да, скажем так, они ведут себя как нейтрино с одной стороны, но мало кто знает, что нейтрино способно давать энергии. Казалось бы, оно нейтрино, оно не взаимодействует ни с чем, не взаимодействует при определенных условиях, но изменил условия. И нейтрино способно выделять энергию, полезную энергию, которую можно будет брать и использовать для чего-то. Почему? У него очень высокий потенциал. Видишь, как всё просто. То есть то, о чём мечтает гораздо большее число мёртвых, чем живых, оно начинает доминировать. И здесь мы затрагиваем вообще сакральные вещи сейчас, но в принципе терять всё равно нечего людям. Об этом мало говорят, но скажем так, наш средний мир, давай вот так выразимся более понятным языком, своего рода он должен перевешивать мир мёртвых. Мир живых, он не идёт в сравнении, не имеет никакого отношения ни к нашему миру, ни к миру мёртвых. Почему? Потому что этот мир, который находится, ну вот так это можно выразить за нашей сферы. Давайте, друзья, попробую объяснить наглядно те, у кого есть, ну скажем, способность к воображению. Представьте себе определённую сферу. И вот в этой сфере находимся мы и находится ад, то есть те, кто жили и умерли. Они не могут покинуть сферу, пока сфера не уничтожится, они не могут никуда деться. То есть они могут перестать существовать или, как говорят языком физики, аннигилироваться, как частички, лишь при разрушении или полностью устранении самой сферы. А вот всё, что вокруг, за этой сферой, это уже другой мир, к которому вот этот мир потенциально живых и мёртвых не имеет никакого отношения, скажем так. Единственное, что мы можем со своего мира, вот из вот этого интересного шарика, скажем так, мы можем выйти в настоящий мир, только обретя жизнь. И за всю историю человечества мёртвых гораздо больше, чем живых было. И вот представь, какая доминирующая сила от тех, кто постоянно находится в мучении и сходит в этот наш мир, особенно в наши времена. В сфере мёртвых гораздо больше, чем живых. Это превалирующее большинство в огромном количестве. И да, пусть их мысли, сила их, скажем так, не настолько высока, как у живых, но их множество компенсирует это с лихвой. Вот и весь ответ. То есть они оказывают большее влияние, потому что у живых меньше, да? Совершенно правильно. Но они оказывают большее влияние на живых своими желаниями и своим пониманием, что должно быть с этим миром, для того, чтобы обрести свободу. То есть мёртвые жаждут смерти и боятся её одновременно, но они хотят прекратить те мучения и страдания, в которых находятся. Всё очень просто на самом деле. Отсюда и у нас, казалось бы, нормальных, здоровых людей, находящихся в более-менее адекватном состоянии, появляется желание или стремление к самоуничтожению. Или, проще говоря, мы как-то с нехорошей такой позиции воспринимаем новости о том, что мир может самоуничтожиться, что у нас складывается ситуация с климатом настолько тяжёлая, что в ближайшее время он перестанет существовать. И как на это реагирует большинство? И вот здесь скроется весь парадокс. Большинство это поддерживает, говорит, давно пора, такой мир поганый. А знаете, в чём? Вот парадокс в моём понимании, парадокс скроется в том, что огромное количество людей, превалирующее большинство, скажем так, они согласны с тем, что мир должен быть уничтожен, потому что он нечестный, несправедливый, в нём масса страданий и всего остального. Но в то же время они не хотят строить созидательное общество. Они также к нему относятся негативно. Знаете почему? Мёртвые против. Потому что для них это пролонгирование их мучений. И поэтому живые могут пострадать от мёртвых лишь из-за того, что они контролируют себя как Личность. Вот и ответ. Несмотря на то, что, кажется, один человек живой может многое… У нас есть выбор, потому что мы ещё живы. А у них уже выбора нет. У них результат их выбор. Вот и вся разница. Ну а что мы выбираем? Сказать, что да, мы живые, мы сильнее мёртвых. А почему мы им подчиняемся? Простой вопрос. Если бы мы были настолько сильны и могущественны, то разве мы жили бы в этом потребительском формате, в котором, извините, человек человеку волк, в котором люди согласны с тем, что этот мир надо уничтожить, потому что он слишком тяжёл для тех, кто уже давно умер и несправедлив к тем, кто ещё жил. Ну это нормально? Вот так вот просто, если глянуть даже со стороны, хоть с небольшим количеством здравомыслия на сложившуюся ситуацию. и в то время, когда живой человек, он имеет право выбора, в нём есть эта свобода, в нём есть эта сила. Да, живые способны выбрать из сложившейся ситуации то, что способно пролонгировать этот мир и создать условия даже для того, чтобы масса людей обрела жизнь. То есть создать созидательное общество, дать людям настоящую свободу, настоящую жизнь. Мёртвые против. Пришло время доказать Богу, что ты человек, и Бог поверит в нас. Надеюсь. Построить созидательное общество. Хотелось бы. А что выйдет по факту, мы увидим. И очень скоро. А наши времена, они чётко отличаются от всех тех времён, в которых даже жили наши бабушки и дедушки. Почему? Ну скажем так, даже старики, которые дожили, вот они сейчас говорят, что мир поменялся. Почему они это говорят? Не потому, что там компьютеры, ещё что-то. Это всё, это не то всё, а то, что они чувствуют внутри. Потому что жизнь стала другой. Больше боли и страданий внутренние. Но с другой стороны и активность вторичного сознания намного выше. И вот из-за того, что внутреннее, ну скажем, понимание и чувствительное восприятие от этой тяжести, страдания и боли перед естественным завершением, ну скажем так, существования этого мира, да, мягко, вот оно более выражено, чем это было ну ещё там 40 или 50 лет назад. То есть за короткий промежуток времени весь процесс резко ускорился. Почему? Ну да, понятно, мы можем это объяснять цикличностью, угрозой конца света и тому подобное. Да сколько раз люди ждали конец света и всё остальное, да? Сколько раз им обещали и тому подобное. И вот давай возьмём лучшего из людей, пророка Мухаммеда, который говорил, что я и конец света — это как два пальца рядышком, да, то есть сравнивать. Да, да. И вот многие не понимали, как это оно… Он когда умер и когда… Сколько прошло уже времени и до сих пор как бы нету конца света. И вот здесь люди неправы. Почему? Потому что пророк смотрел в последние времена. И когда он говорил, то он говорил не о конкретно том времени, а он говорил о последнем времени. И большую часть он посвящал забот своих именно последним и на них надеялся. И за последние времена он говорил, что его рождение и конец существования этого мира настолько близко, как два пальца на руке. Вот в этом глубокий смысл. Но способны ли мы это воспринять серьёзно? Нет, не способны. Кто противится в нас к восприятию серьёзнейшей информации, которая действительно должна восприниматься всем сердцем и сознанием нашим. И вот здесь мы упираемся в кого? В Фому неверующего, в наше сознание, которое отрицает всё, сомневается во всём. И в то же время оно настроено крайне отрицательно на будущее этого мира. То есть оно согласно на уничтожение этого мира. Банально проведите исследование, посмотрите, просто почитайте комментарии, когда вот где-то говорится о приближении конца мира, и вы увидите реальную реакцию сознания людей. Это не от сердца они пишут, они пишут от ума. И вот ответ… По сути, внутри нас есть очень много механизмов, которые запускают вот этот нацебо в обществе. Но это уже глобальная нацеба, понимаешь? Это запущены те механизмы, которые ведут к действительности и к уничтожению всего человечества. И мы это поддерживаем. Поэтому, если мы не уравновесим эту монаду, если мы не остановим те процессы, которые идут, или хотя бы, скажем так, не появятся выраженные надежды, то я имею в виду надежды на спасение этого мира, то естественно продоминирует большинство. То есть здесь уже работает, ну скажем, немножко другая, но таки физика, и никуда от неё ты не денешься. Знаете, Игорь Михайлович, огромная ответственность чувствуется, потому что ты понимаешь, что мы каждый вербально или невербально посылаем друг другу вот этот сигнал, который друг в друге усиливает либо плацебо-эффект в обществе, скажем так, либо нацебо. Знаешь, мы зацепили такие вещи сегодня. Давай мы вот за плацебо и нацебо просто сделаем отдельно нашу беседу и поговорим с товарищем, если им интересно. Правильно? Потому что это действительно интересно. Оно касается вопросов и магии, оно касается опять-таки того же нашего здоровья. Ну как, хотя бы разберём, как правильно можно использовать плацебо для того, чтобы не влазить в магию. Это уже хорошо. Ну, скажем, использовать естественные механизмы для оздоровления, ничего плохого в этом нет. Или хотя бы как правильно использовать положительный настрой для того, чтобы сознание не сжелало твоего уничтожения, друг мой, самоуничтожения и разрушения этого мира. Это тоже хорошо. И как не включать эффекты нацебо? Я думаю, это тоже правильно. Само. Да. А вся беда в этом мире, она происходит из-за того, что мы утратили Любовь Божью. Мы не понимаем, что это такое. И даже к самому понятию Любовь Божья наше сознание относится с потребительским каким-то таким вот знаком, скажем. И вот если мне что-то приходит материально, значит, Бог меня любит. Если не приходит, значит, не любит. Ну, это что же? Даже к Любви Божией наше сознание относится, извини, демонически. Ну, я думаю, если нашим друзьям будет интересно, то мы рассмотрим тогда на следующий запт плацебо. и все эти эффекты. А сейчас, друзья, давайте как-то пытаться компенсировать весь этот негативизм хотя бы простым, понятным способом. Давайте, друзья, просто любить друг друга. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо вам, друзья. Мир вам. Спасибо.